Целый ряд пандемий. Мы пяти насчитали, которые нас так или иначе воздействуют и касаются нас. Начиная с пандемии углеводородной, медицинской или здравоохранения, политическая наложилась, экономическая как последствия, инфопандемия. Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно, ну а больше всего у нас давляет, конечно, политика, вы это прекрасно знаете. Да и сегодня день независимости, поэтому мне приятно вас видеть в Минске, как человека неравнодушного к развитию Беларуси. Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос, как могло так случиться, что люди с относительно разными, не политическими, даже, наверное, экономическими взглядами могут вот так близко сойтись и даже дружить. Поэтому я рад нашим отношениям, честное слово, рад. И поскольку у нас вот банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают. Я вижу Сбербанк России, который пришел в страну. Мы хотим, как в советские времена, составить перечень объектов инновационных, которые мы должны ввести в новые пятилетки. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострой. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики. Ну и всегда вы мне что-то новое, перспективное о чем-то рассказываете, что мы потом потихоньку внедряем в Беларуси. Ну и, конечно, сегодня один из таких инновационных проектов, которые, я так понимаю, народу Беларуси в День независимости решили подарить. Это система фонтанов. Мы уже их посмотрели в таком режиме тестовом. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен. Словом, рад я вас видеть здесь, в День независимости нашего государства. Александр Александрович, спасибо большое. Мне тоже очень приятно быть сегодня здесь. В прошлом году мы проводили сбербанкиаду здесь. Приезжало более двух с половиной тысяч участников. И мы с вами год назад договорились, что мы 3 июля откроем здесь фонтан. И это действительно инновационный фонтан. И такой фонтан мы строили впервые. Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде. И получился он грандиозным. Как нам кажется, я тоже посмотрел пока на записи. Очень хочется увидеть, как это будет сегодня вживую. И мне кажется, что это действительно будет от нас с вами подарок жителям Минска и жителям республики на самом деле.